Чёвный девчина без слез свихает, а коза чует серденьком грех. Концерт начался с украинской песни, которую исполнила Таисия Лобова. Именно ей принадлежит идея отметить день рождения своего отца Дмитрия Чёвник. В ноябре этого года ему исполнилось бы сто лет. В семье Чёвник восемь детей. Дмитрий Захарович был младшим сыном. 22 июня 1941 года тысячи германских орудий и миномётов открыли огонь по нашей пограничной полосе. Всегда настороженно тихая линия государственного рубежа сразу превратилась в ревущую огненную линию фронта. Так началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Дмитрий ушёл на фронт. Освобождал от ненавистного врага Будапешт, Варшаву, воевал на Курской дуге. Получил заслуженные награды за оборону Сталинграда, за взятие Берлина, награждён двумя орденами за мужество. Семья Чёвник была необыкновенно певучей. Дмитрий пил в хоре станицы Северской, руководителем которого был Илья Петрусенко. Репертуар коллектива в основном состоял из народных песен и пользовался огромным успехом не только в районе, но и далеко со его пределами. Для дочери Таисии Лобовой её отец навсегда остался человеком творческим, всем сердцем, любящий свой казачий край. Она посвятила ему вот эти строки. Дмитрий Захарович любил исполнять русские, украинские и казачьи народные песни. А иначе и быть не могло, ведь в этих песнях живёт душа народа. Песня «Казаки» в исполнении Анапского хора «Всё любя» и солистки Екатерины Мерещенко яркое тому подтверждение. Тёплые слова признательности и благодарности звучали в этот день и от близких друзей. Дмитрий принадлежит к тому великому поколению, которое отстояло честь, свободу, независимость нашей Родины. К тому поколению, которому выпали трудности послевоенного периода. Всё вынесли эти люди. Завершил праздничную программу вокальный ансамбль «Гармония Орфея» Александра Пономаренко, исполняющий произведения анапских и кубанских композиторов. Песня «Запоют казаки» прозвучала в честь тех, кто неравнодушен к своей стране, её истории и родной Кубань. Светлана Авилова, Александр Зиборов, Анапа. Регион.